Президентский полк вновь пополнился новобранцами из Чувашии. На службу в кремлевские войска сегодня отправились 10 юношей. Они прошли серьезные отборы, теперь их называют не иначе, как элиты российской армии. С теми, кто будет служить в самом сердце Москвы, познакомился Рифат Фадкулин. Этих ребят выбрали из тысячи призывников. Президентский полк – уникальная воинская часть, которая охраняет Кремль и главу государства. Стать его новобранцем – большая честь и редкая удача. Слишком строг отбор. Помимо отличного здоровья, идеальной внешности и роста не ниже 175 сантиметров, большую роль играет и безупречная биография. Уже совсем скоро эти молодые люди наденут погоны цвета василька с двумя золотистыми буквами «П» и будут носить почетное имя кремлевского солдата. Провожать в Москву чувашских призывников приехал председатель кабинета министров Иван Моторин. Служите хорошо, на благо нашей Родины. Надеюсь, что, я еще раз говорю, этот год пролетит для вас незабываемо. Ну а служба будет для вас хорошим испытанием, лучших ваших качеств. В полку ежегодная замена. Совсем недавно домой вернулись 10 кремлевских солдат, которые год назад призывались в элитный полк. Им вручили часы символикой республики в благодарность за достойную службу. Служба в Российской Федерации. Чувашия на протяжении 15 лет отправляет новобранцев в элитные войска. И такая честь выпадает далеко не каждому региону. Туда не просто лучших, а лучших и самых лучших ребят отбирают. Это даже я, будучи военным комиссаром, я не могу, допустим, повлиять или кого-то сказать, вот ты пойдешь туда служить. Нет. Этим занимаются специально обученные в ранге майоров, подполковников. Приезжают и выбирают с республики вот самых достойных. Последние минуты в кругу родных и близких. Через год еще почти дети вернутся домой повзрослевшими и возмужавшими. Ребята знают, что такая путевка в жизнь стоит многого. Служба в президентском полку навсегда останется славной страницей их биографии.